Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые дети старше 16 лет, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам.ФМ программа Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы рассуждаем с вами о событиях и прогнозируем некие движения, я надеюсь, наконец-то они случатся, на отечественном фондовом рынке. Ну, естественно, нас не оставят в стороне и рассуждения о глобальных тенденциях, что логично, на самом деле, попытаемся сфокусироваться, тем не менее, на родных пенатах. Сегодня в гостях Михаил Федоров, аналитик All Vector Securities, добрый вечер, Миша. Здравствуйте. И Максим Зайцев, старший аналитик ИГ Норд Капитал, добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Традиционно, как настроение? Какая сегодня погода, я вам хочу сказать, а? Это же вообще... Настроение хорошее, но погода подвела от предыдущих дней, чуть простывший. А, в этом смысле. Не, ну сегодня ты совсем, ты же, гурцом сегодня уже, я так понимаю. Сегодня гурцом, но надеюсь, выздоровеем. Я даже уверен в этом, потому что в любом случае, вы же понимаете, разговаривать о российском фондовом рынке в хорошую погоду гораздо приятнее, чем в погоду дождливую. Мне кажется, он прямо коррелируется с погодой. Нет такого ощущения? Ну да ладно, ладно, ладно. Значит, уважаемые слушатели, напоминаю вам, вы можете позвонить в студию, телефон прямого эфира, код 495, и дальше медленно читаю. Кстати, вчера разговаривал с приятелем, он говорит, ты так быстро произносишь номер телефона в студию, я не успеваю и не звоню. Мне показалось, один может быть такой невнимательный. Поэтому говорю медленно. Код 495, телефон 6510996. Повторяю. Код 495, телефон 6510996. Звоните, уважаемые слушатели, задавайте свои вопросы, ну или делитесь собственными мнениями. Кстати, вы эти мнения и вопросы можете написать нам на сайте finam.fm. Мы их озвучим и прочтем. Ну что ж, давайте традиционно опять посмотрим, что происходит на финансовых площадках. Я постараюсь нарисовать картину маслом. Американцы открылись и о... Ну и вообще, это вот будет начало нашей сегодняшней беседы, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Буквально за несколько часов, ну за час, может быть, даже нет, до эфира, наверное, за пару часов, произошло какое-то событие, что позволило... Ну это мы называем повышенной волатильностью. Итак, картина маслом. Американцы открылись. И основные индикаторы фондового рынка Америки торгуются разнонаправленно, хотя вблизи ватерлинии. Dow Jones плюс 0,08%, S&P 500 минус 0,02%, ну это смешно. Индекс РТС, индекс ММВБ, ну как, собственно, Миша говорил, за эфиром, да, упорно не хотят выходить из диапазона. Сегодня они топчут поддержку. И в настоящий момент РТС теряет процент. Текущая котировка 1391 пункт. ММВБ свою поддержку тоже оттаптывает 1422 текущая котировка. В общем, все пока в рамках устойчивого технического анализа. Нефть марки Brent корректируется. Сейчас она стоит 112 долларов 68 центов. Золото, кстати, достаточно устойчиво, да, держится вокруг недавних максимум в районе 1700 за унцию. И, собственно, показывает такой бычий настрой. Вот я вижу его, оно прям так, оп, воспряло так, оп, и говорит, а не сходите ли мне дальше куда-нибудь на 1800, а то и... Об этом стоит, кстати, подумать. Ну и индикаторы рынка Форекс. В настоящий момент пара евро-доллар чуть выше 1,2606 26 фигуры. Вот, фунт-доллар там 59, это уже не важно. И то, о чем я хотел начать. Я прочту. Сегодня у меня будет вечер цитат. Я буду просить вас процитировать, прокомментировать. Итак, вот то, о чем я говорил, да, буквально полтора-два часа назад мы увидели неожиданное, ну, неожиданное, потому что, собственно, событий никаких сегодня нет, не запланированных, важных, по крайней мере. И вдруг неожиданный расколбас. Я помню, я сидел еще там у себя на рабочем месте, и мои коллеги, мои коллеги, да, они, ой, что случилось, ой, что случилось. Все начали сразу искать там какие-то новостные ленты открывать, Bloomberg, да, и прочие вещи. И ничего не нашли. И по секрету вам сообщаю. Значит, я говорю сейчас о евро-долларе, потому что он показал достаточно агрессивную динамику, вырос он, да, сразу же, буквально вот этот час почти на 100 пунктов, протестировал сопротивление там в районе 26-20. И, значит, цитата у меня следующая. Основной причиной агрессивных покупок стала утечка данных. Ну, всегда приятно, да, когда где-то утекают данные, а ты об этом не знаешь, потом начинаешь догонять. Так вот, утечка данных о плане по выкупу облигаций ЕЦБ. Твоя тема, Максим, ты мне сегодня говорил, да, вот это я прошел тебя прежде всего. Согласно неназванному источнику, какая прелесть, вот эти мне нравятся формулировки, план будет включать неограниченные покупки облигаций, которые затем будут стерилизоваться. Да, Максим, да, сразу я ставлю вопрос, чтобы для наших слушателей ты рассказал, что такое стерилизоваться. Я сам лично с этим словом сталкивался только когда кота своего, пардон, да. Что такое стерилизация облигаций? Ну, предположим, что я об этом не знаю. Далее я читаю. ЕЦБ будет избавляться от облигаций, если поставленные передстанной условия не будут выполняться. Это вообще какая-то, ну, на мой взгляд, по крайней мере, это вообще какая-то феерия. Феерия. То есть, что тогда их, выполнять эти условия, если ЕЦБ все равно эти облигации будет рвать. Рвать. Дальше. Кроме того, Центральный банк, Европейский, не будет ставить целью удержания доходности за рамками определенной величины. И опять это все вразрез с недавним разговорами, да, потому что мы, ну, буквально, не дали, как вчера, по-моему, мы эту тему с вашими коллегами обсуждали. И говорили о том, что ЕЦБ там какие-то планки доходности поставит, потому что невозможно, да, надо же следить за этим. Будет интервенить, а тут вон что. А тут вон что. Ну, Максим, давай с тебя начнем. Я хочу, чтобы ты это прокомментировал. Во-первых, что такое стерилизовать облигации? Да, по поводу стерилизации. Но стерилизоваться будут не облигации, а деньги, которые находятся в обращении. То есть, ЕЦБ тем самым не хочет допустить инфляцию. То есть, именно поэтому, как бы, и Германия так против выкупа гособлигаций, потому что это, в первую очередь, опасается то, что это будет производиться за счет эмиссии новых денег. То есть, денежная масса увеличивается, да, это проблема всегда. А тут предполагается, что ЕЦБ будет изымать деньги из обращений и уже вот на эти средства выкупать гособлигации. Что это означает? Рынок на это отреагировал эмоционально, то есть... Ну, позитивно, я так хочу сказать. Угрозы, как бы, девальвации евро нет, это хорошо, но в действительности это означает то, что возможности по скупке проблемных долгов у ЕЦБ будет весьма ограничена. Тем более, что вот на последнем заседании ЕЦБ он снизил депозитные ставки до нуля, в результате чего просто банки изъяли все средства, которые были у него на депозитах. Ну, да, смысл их там держать. Да, теперь не очень понятно, каким образом, за счет каких средств будут выкупаться гособлигации, если он говорит, что ни в коем случае это не будет за счет новых эмиссий, а будет именно за счет новых денег в обращении. Где возьмет ЕЦБ необходимый объем средств, это весьма сомнительно. Поэтому я бы не рассчитывал на долгосрочный рост на этом фоне. Единственное, сам факт того, что не будет новых эмиссий, действительно очень хорошо для евро, и это, в принципе, может как-то поддержать, во-первых, европейскую валюту, тем более, что фундаментально она выглядит перепроданной. Торговый баланс еврозоны гораздо лучше сейчас смотрится по сравнению с США. И, кроме того, вместе с ростом евро, соответственно, это поддержит рынок комодов, в том числе и нефть, что, в принципе, хорошо для нашего российского рынка. Я понял, спасибо, Максим. Ну, действительно, вот этот даже краткосрочный, но пока что краткосрочный момент, потому что потом все начало, естественно, корректироваться, да, и примерно перед нашим эфиром уже мы увидели примерно те же уровни, с которых начинали. Но, тем не менее, да, я согласен, это в моменте, да, и улучшило ситуацию на отечественных площадках и, естественно, усилило рубль, хотя сейчас он опять начинает слабеть. Ну что ж, спасибо. Значит, дальше, 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 хотя у нас осталось времени не так много до первой паузы, тогда еще давайте вот такую тему я хотел бы с вами обсудить. Ну, из той же самой цитаты, да, Максим Миша? Центробанк, то есть речь идет о ЕЦБ, не будет ставить целью удержание доходности за рамком определенной величины. Вот это как можно прокомментировать? Ну, Драги, похоже, перестраховываются. Ну, у меня сложилось ощущение, что Драги хочет обеспечить себя маневром, но не брать при этом на себя какие-то обязательства. Ну, это логично вообще, да, учитывая ситуацию, в которой сейчас ЕЦБ и он конкретно. А как может это выглядеть, вот этот маневр, это что? Ну, то есть он не будет брать обязательства, что он, допустим, будет держать доходности ниже шести. Вот не получится и там, и не получится. А раньше все-таки об этом шла, да? Конечно, он хочет. Смысл-то вообще скупки именно понизить доходности, да? Ну, естественно, да. Но, видимо, он не хочет привязываться, потому что, ну, если он привяжется, то с него будут требовать. А вдруг не получится, тогда как? Как оправдываться он будет? Ну, это, ну, тут определенная хитрость есть. И вообще, на самом деле, я не совсем понял, как они будут стерилизовать. Мы тогда, получается, вообще меняем экономическую формацию в какой-то степени. То есть мы изымаем вообще понятие М1, да? И вообще, как бы, деньги превращаются у нас в долги в чистом виде. Ну, как-то так-то, да. Нет, Максим? Нет, как бы, у ЦБ есть, собственно, какие-то средства. Это, как бы... Максим, спасибо тебе огромное. Давайте послушаем новость, а потом продолжим. Интересная тема. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам ФМ. В эфире программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о ситуациях на финансовых площадках. Только что мы начали обсуждать тему выкупа облигаций Европейской Центральной Банке. Ну, вообще, собственно, я бы сказал, механизм борьбы с кризисом, да? Напомню, в студии сегодня Михаил Федоров, аналитик ООО «Вектор Секьюритис» и Максим Зайцев, старший аналитик ЭГЭ «Норд Капитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Уважаемые слушатели, для вас медленно, с выражением, интонируя, я напоминаю телефон в студию, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы или поделиться собственными мнениями на этот счет. Телефон следующий. 495, код. Дальше. 6510-99 и 6. 495-6510-99 и 6. Либо сайт компании финам.фм, пишите свои вопросы, и мы их обязательно прочтем. Итак, продолжим, продолжим, продолжим. Да, Миша, давай вот эту тему, собственно, да? Как же действительно стерилизуются эти самые средства, да? Для тебя это, по крайней мере, не очень... Мне не совсем понятно. То есть, получается, речь идет не о стерилизации самих облигаций, которые будут на балансе ЭЦБ, а о стерилизации самого евро, получается. Ну, в какой стерилизации? В результате без оборота. То есть, это нужно забрать у банков, которым дали в кредит, например, этот евро. Или откуда-то как-то по-другому. То есть, тогда вообще ставка ЕЦБ прекращается, ну, вообще теряется в значении. Ну, то есть, если не будет денег, выданных под кредит банком, если они, скажем так, все евро превратят в долг, и за евро будут стоять только долги, да, то можно переписать не евро, да, а переписать долговая... Расписка. Да, расписка. Максим. Нет, не надо подменять одно понятие другим. Ну, ЕЦБ — это такой же банк, как это финансово-кредитное учреждение, которое может и кредитовать банки, таки и брать в кредит у банков путем, вот, привлечения депозитов, вот. Единственная здесь проблема, о чем я уже говорил, то, что вот он снизил ставку. Далевая ставка там, да? Да. Иначе бы вот... То есть, для него сейчас проблема привлечь средства от банков, соответственно, больших объемов привлечь ему будет сложно, и, соответственно, выкупы, ждать каких-то существенных объемов выкупа на рынке и гособлигации, если они будут производиться, ну, не следует, исходя вот из этих условий, то, что это ни в коем случае не должна быть эмиссия новых денег. Но для европейской валюты, опять же, повторюсь, это безусловно хорошо, и именно это то, чего опасаются немцы, то, что евро будет девальвировать, соответственно, покупательная способность его будет снижаться, именно поэтому оппозиция в Германии так и выступает против скупки вот долгов европейских. Что касается вот другой части по поводу становления максимумов подоходности. Почему Драги не стал этого делать? Я не думаю, что он перестраховывается, он скорее руководствуется здравым смыслом. Смыслом это просто не совсем рыночная мера. Безусловно. Мы вчера даже сравнили, если подобный механизм, мы сравнили это с плановой экономикой, которую мы недавно переживали. Непонятно, какой она должна быть, потому что если посмотрим 10 лет назад, то как бы ставки по многим бандам, в том числе по немецким, были в разы выше. То есть, вообще в том... Извини, я тебя перебью, но существует такое понятие, как уровень, условно говоря, 7%, за которым рефинансировать долг становится практически невозможным. Может быть, как-то ориентируется на эту ставку? Ориентироваться? Это, опять же, очень индивидуально для каждой страны, потому что вот у нас никаких проблем с рефинансированием нет, но вот у нас примерно вот Россия заимствует вот только в рублях, вот именно под эти ставки. Вопрос еще в инфляции, уровень инфляции, если низкий, то там вопрос спред между доходностью и инфляцией, скажем так. Хорошо, продолжим. Продолжим разговор о решении проблем. Кстати, я напомню, уважаемые слушатели, завтра заседание ЕЦБ, завтра, собственно, планируется выступление с военной Драги, да, по поводу чего мы сегодня-то уже и переживать начали. Ну и рынок, я имею в виду, начал уже переживать, начал дергаться. Завтра в 15.45 объявляется решение поставки. Какие, кстати, у вас, коллеги, ожидания? Будет снижаться, не будет снижаться, Максим? Завтра именно. Так хочется сказать, 50 на 50. Ну скажи. Это нормально. На самом деле, если мы посмотрим, я сегодня смотрел консенсус прогноз в Блумберге, как другие экономисты прогнозируют, то есть они, вот мнения примерно поровну разделились, то есть половина считают, что он снизит на 25 АПП, половина считает, что оставит. Я считаю, что снизит. Завтра именно. Уже завтра. Я бы, вот, если исходить из рациональных соображений, я бы, наверное, подождался снижением ставки, потому что вот прошлое снижение ставки, оно скорее принесло обратный эффект. Да. Ну и я думаю, что и следующее оно принесет, ну как минимум нужного эффекта уже не принесет. Это просто, как бы, очередное давление на евро, что усилило в свою очередь оттоп капитала. Поэтому все понимают, что этой меры недостаточны, и лучше этот маневр оставить на потом. Поэтому ни к чему это. Хорошо. Значит, говорим опять-таки о ситуации в Европе, и сегодня об этом тоже уже упомянули. У нас не далее как 12 сентября, да, ну не у нас, в Германии, заседание Конституционного суда, который принимает решение, насколько легитимна вообще вот эта история с ЕСМ, да, насколько он, ЕСМ, может иметь полномочия банка, да, финансовая структура, там, и, соответственно, иметь банковскую лицензию и так далее. Так вот, значит, сегодня в Шпигеле, еще одна цитата, если не возражаете, значит, заголовок такой, 37 тысяч немцев, но я не думаю, что это слишком, это большая какая-то цифра, но сам факт, 37 тысяч немцев выступили против механизма спасения еврозоны. И читаю, в Германии к иску против создания европейского стабилизационного механизма ЕСМ присоединились 37 тысяч граждан. Я так понимаю, иск-то подавали не граждане все же, да, ну или как минимум там не рядовые граждане. А вот 37 тысяч присоединились, пишет Спигель, со ссылкой на общество больше демократии. Это дело является самым масштабным по числу истцов в истории Федерального государственного суда Федеральной республики Германии. И в связи с этим вопрос, как вы думаете, ну, на официальном уровне, по крайней мере, господин Шойбле, по-моему, на этой, а то и на прошлой неделе, ну, так он уже говорил, ребят, ну, типа, не переживайте, примем мы, как надо. И, в принципе, ожидания такие положительные. Вот эта вот история, она может каким-то образом повлиять на то, что конституционный суд вдруг отказывает, вдруг не ратифицирует, вдруг против становится. Тогда же вообще все, все, да, гипс не... А пропасть, да, потому что это... Сейчас вот я так понимаю, единственная надежда на то, что это будет механизм какой-то хотя бы, да, спасение. Хотя он тоже непонятно, как будет работать, ну, или, по крайней мере, так это все аморфно пока, да. Но, тем не менее, это какой-то шаг вперед в этом направлении. Это попытка решить проблему. А тут раз, то есть подрубается последний сук и... Да, Миш? И фундаментально, а не просто... Да. Да. Как? Как вы считаете, Миш? Давай прокомментируй. Я так просто к тому веду, что, может быть, здесь на первый план даже не столько экономика, только политика выступит. Потому что, ну, невозможно, да? Ну, вопрос, какая судебная система в Германии, да, и насколько она слушается политику. То есть тут, я думаю, определенное давление на судей все равно есть, да, и судьи тоже не дураки, они понимают то, что, ну, как... Если они будут исходить с точки зрения закона, там, да, то сложно сказать. Я не знаю там германских законов. Ну, это понятно. Вот. А предположить, если они не принимают, тогда, ну, скажем так, все, что конструировали Меркель-Саркази, да, вот этот план ЕСМ, это все проваливается. То есть мы откатываемся назад, придется все заново делать. Абсолютно заново. То есть заново придумывать какие-то схемы и так далее. То есть это может привести к тому, что, ну, Испания и Италия не получат денег вовремя, там, да. Ну, это может привести к дефолту. Ну, то есть, да, все усугубится. Да, Максим? Ну, я бы не стал так драматично на все это смотреть. Здесь в первую очередь, наверное, вопрос решается о том, будет ли европейский стабилизационный механизм преобразован. Ему же хотят передать статус банка. Что касается самого механизма, то это, перед этим, то есть, прообразом его был европейский финансово-стабилизационный механизм, то есть, ну... ЕФСМ, ЕСФСФ. Примерно одно и то же, те же самые. То есть, этот механизм достаточно давно существует, и в той или иной форме он все равно будет существовать. Все понимают его необходимость. И в целом, необходимость такой структуры не ставится под сомнение. Да. Но вот что касается придания дополнительных каких-то полномочий, в частности, статуса банка, то есть, я бы сам поставил под сомнение, стоит ли это делать, потому что здесь опять... Ну, это масса тут рисков, масса новых... Проблем. Проблем, да. То есть, это получается, что, как бы, этот механизм попадает под регулирование ЕЦБ, или, не знаю, какой ему статус будет... Ну, то есть, это не сможет быть, по сути, быть каким-то самостоятельным механизмом. Я бы сам категорически против этого выступал. Мне кажется, это не на пользу пойдет еврозоне. То есть, лучше его оставить в нынешнем виде, поэтому... Я не думаю, что решение Конституционного суда Германии как-то уж существенно... Повлияет, да? Да, на рынке. Ну, может быть, если он не примет это решение, то, как бы, будет какая-то первая... Ну, по факту, да, да, по факту. Вот сегодня, видите, мы радуемся, а завтра раз, или, там, двенадцатого раз... Тут, как бы, если не смотреть только на рынок, там, не сходить, там, скажем так, из локальных каких-то моментов, тогда тут не такой глобальный есть. Вообще, механизм ЕСМ, это, по сути, скажем так, большая интеграция Европы. И, скажем так... Совершенно верно, да. То есть, некая надстройка такая, да, которая не хватает. Конституционный суда Германии, по идее, должен решить главный вопрос. Будет ли Европа дальше интегрироваться, либо нет. Потому что в нынешнем формате, да, это что-то... Такая конфедерация, недоконфедерация полноценная, да. Вот, европейский механизм стабильности, да, он, получается, ведет к тому, что он, ну, он в какой-то степени будет нарушать суверенитет государств, да, в отдельности. Сейчас, в данном случае, Германии. То есть... И государства на это должны пойти просто, да? Да, тут стоит вопрос, и также еще вопрос полномочий. То есть, это передача полномочий с суверенного, скажем так, уровня государства на общеевропейский уровень, да. Совершенно верно. Что ведет... Это уже будет чуть-чуть другое образование. Как бы, еврозона, ее проблема основная, да, что она не может существовать, она же не жизнеспособна, скажем так, в текущей формации. Она может быть жизнеспособна, либо более, скажем так, если они расширят свои интеграционные связи, либо они уменьшат их. А вот ни рыба, ни мясо они не могут, да. И вот ЕСМ, это как раз такой, ну, как бы вот конституционный... Попытка такая, да. Решение конституционного суда Германии, это как раз вот даст вектор. Либо туда, либо сюда. Если мы откатываем, соответственно, они говорят нет, да, то, соответственно, значит, нет интеграции. Соответственно, мы откатываем все вот эти достижения последних лет назад, да, то есть это, условно, будет знать, что Германия сказала, я за свой суверенитет, по большому счету. Никакие полномочия никому передавать я не буду. Да, и, соответственно, это будет вести к увеличивать шанс развала еврозона. Ну, и, кстати, проблемы, да, вот этого, этих договоренностей, да, которые госпожа Меркель, прежде всего, да, упирается, упирается, они как раз вот в этом русле, да. Потому что Германия не хочет терять некий суверенитет, который предполагается пока. Как ты думаешь? Я думаю, что Германия, в первую очередь, не хочет платить за другие страны. Вот, вот, а в этом случае она, получается, что так, вроде мы все объединились, да, вы должны, а я за вас плачу. Вот он суверенитет, в смысле, вот она интеграция. То есть, ну, вопрос именно в этом. Это, скажем так, более широкий, на самом деле, вопрос, как, ну, трейдера зачастую эгоистично подходят к вопросу, да, там, особенно политически. Миш, я прошу прощения, послушаем новости, мы увлеклись, а потом продолжим. Добрый вечер, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам, ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш разговор, наши обсуждения, связанные с событиями на финансовых рынках. Значит, сегодня, ну, и это, на мой взгляд, логично, в преддверии завтра, что заседание Комитета по ставкам Европейского Центрального Банка, сегодня мы в основном рассуждаем о том, что может случиться в ближайшее время в еврозоне. Значит, завтра заседание ЕЦБ, 12-го Конституционный суд Германии, в общем, все это очень, очень, все это важно и все это интересно. Я позволю себе начать третью фазу нашей программы с вопроса, который пришел в студию, но в большей степени он адресован мне, и тем не менее я предлагаю моих коллег тоже подключиться к ответу на него. Ну, прежде всего я благодарю уважаемого Виктора, нашего слушателя, за добрые слова, и его вопрос следующий. Ну, и по его мнению, мы ограничиваемся, рассуждая о ситуациях на финансовых рынках, только так называемым фундаментальным анализом, то есть мы говорим о неких экономических, да, мотивациях. А Виктор говорит, что большинство трейдов работает руководствуясь техническим анализом, ну, в первую очередь, хотя это сомнительно, да, где первая, где вторая, но теханализ, тем не менее, рулит, что называется. И его предложение, Виктор, может разнообразить уже не фундамент обсуждением техники. Что вы думаете по этому поводу, Максим? Ну, вообще, в классическом понимании, как теханализ используется, то, что сами идеи ищутся, исходя из фундаментального анализа, а момент для покупки-продажи... То есть точки входа и выхода, да, по технике. То есть обсуждать это довольно сложно, потому что, как бы, вот технический анализ, вот есть сигнал сейчас, и надо в моменте это совершать, и, наверное, если человек работает трейдер по техническому анализу, то ему, наверное, лучше даже заниматься не ручной торговлей, а писать торгового робота. Ну, это как, будем, кульминация, хотя, на самом деле, ну, ладно, я с тобой согласен. И плюс я еще могу такой пример привести, есть такой чудесный терминал Bloomberg, и там есть такая функция Backtest, которая оценивает эффективность тех или иных мультипликаторов, не мультипликаторов, а технических индикаторов, да, скользящих средних, осцилляторов, то есть там многие десятки всяких, и там можно найти индикаторы, которые на том или ином инструменте, допустим, на протяжении года работают превосходно, там показываются около 100% годовых, но вот на протяжении 5 лет, допустим, которые показывал стабильный доход, уже... Уже другая доходность. Там уже сложно, это доходность, как правило, не выше индекса, то есть какие-то индикаторы, они, как правило, работают вот на каком-то коротком сроке, и потом очень сложно работать. В то же время мы знаем примеры успешных инвесторов классических, которые оперируют фундаментальным анализом, которые десятки лет на рынке существуют, поэтому... Ну, здесь логика твоя очевидна, и на самом деле я подчеркнул, что действительно, с точки зрения инвестора, да, инвестиционных идей среднесрочных и долгосрочных, конечно, во главе угла стоит фундаментальный анализ, да. А вот для спекулянта, для интродэй, да, торговли, конечно, техника, она во главе угла. Но, еще раз говорю, Виктор, собственно, ваше предложение обсуждается, это нормально, но, говоря о техническом анализе, конечно, самое главное видеть график, видеть процесс движения цены, что, естественно, в радиоэфире мы с вами посмотреть не можем. Если у нас был видеоряд какой-то, да, мы могли бы выносить эти графики на картинку и обсуждать, показывать там стрелками уровни поддержки сопротивления, линии тренда, да, уровни Фибоначчи и прочие интересные истории. А здесь, к сожалению, этого невозможно, но, еще раз спасибо вам за ваше мнение. Коллеги, я еще раз зачту еще один вопрос. От очаровательной Олеси он пришел. Здравствуйте, спрашивает Олеся. Есть 5000 евро на депозите в банке на год, чтобы сохранить и приумножить. Что делать? Перевести, она предлагает варианты, перевести в доллары или рубли, и когда это сделать лучше. Ну, давайте так, 5000 у Олеси есть, слава богу, Олесь, ну, как минимум, мы вас поздравляем. Вот, значит, инвестиционный горизонт у нее год. Ну, я так понимаю, начиная с сегодняшнего сентября до сентября следующего. Чтобы сохранить и приумножить, что делать? Ну, давайте, на самом деле, если речь идет о депозите Олеся, да, вряд ли мы ставим задачу приумножить. Мы решаем, значит, сохранить, да, это, как бы, такой классический вариант, да, решается первая задача сохранения инвестиционного капитала. Так вот, насколько логично держать с прицелом на год этот депозит в евро, Максим? Либо все же переложиться в доллары или рубли? Ну, вот, стандартный вопрос, ответ это разделите на три части. Ну, нормально, да, диверсификация, слово, да, такое звучит. Я всегда говорю, ни в коем случае, на три части не надо делить. Из этой части надо исключить евро, потому что рубль и евро, они очень сильно коррелируют. Причем у нее-то в евро сейчас депозит, Олеся срочно. Нет, я объясню, как ей поступить. Вот, исходя из корреляции высокой, ну, не высокой, но достаточно существенная евро и рубля, лучше конвертировать все-таки в рубли. Логично, конечно. И, по крайней мере, по рублям ставка на депозитах, она существенно выше. То есть там можно и на 7, и на 10, а по евро это 2-3, ну, 5 процентов максимум. Я не знаю, если там выше, то это уже вопрос к качеству банка. Ну, да. К его, насколько он... То есть чем больше, тем больше подсомнений. Кредитный риск, да, банка. Поэтому традиционно ставки на депозитах в евро ниже, они примерно такие же, как в долларах. Поэтому, если закладываться на какой-то стресс сценарий, то лучше это доллары. Где также такие же низкие ставки, как и в евро. Ну, по крайней мере, доллар будет... Ну, о корзине ты уже не говоришь здесь. Из двух валют, как минимум, да? Ты говоришь о долларе. Или можно это... Да. Или можно о корзине из доллара и рубля. То есть, ну, как бы, если, скажем так, если Олеся оптимист, то... То тогда пусть конвертирует в рубли. Если, как бы... Все 100%, да? Да. Если она закладывается... Ну, если это деньги на черный день, там, когда все будет плохо, риск того, что... Да. То тогда лучше в долларах хранить, потому что доллар, он более стабилен. И все-таки, да, рубль, как и евро в последнее время, не очень хорошо выглядит. Но ставки по долларам ниже, поэтому... Мне понравилась мотивация. Если ты, Олеся, оптимист, то переводи в рубли. Если ты пессимист, то в доллары. Миш, твое мнение. Тут вопрос такой, что она хочет на год вперед, да? Год. У нее год, да. Институтный горизонт будет. Соответственно, в доллары, я думаю, ну, скажем так, сейчас очень сложно сказать, во что можно вложиться, что гарантированно через год даст, допустим, сохранение капитала. Доллар, возможно, вырастет в ближайшее время, если там в Европе будет все плохо, да, и, соответственно, Бернанке не даст, не начнет печатать деньги, да, то доллар, скорее всего, вырастет. Но это наверняка будет продолжаться там до середины зимы. Этой зимы? Да, ну, где-нибудь январь, февраль, а потом доллар может начать очень активно падать. Вот, то есть, если, ну, скажем так, самый лучший сейчас маневр. То есть, в текущий момент лучше войти в доллар, но до зимы, скажем так. А зимой от долларов надо будет избавляться, скорее всего. То есть, вы выбираете, да, я так понимаю, Миша, тебя правильно, если Олеся выбирает банковые депозиты со сроком на полгода, размещает в доллары, а потом перекладывается в рубли. Потом перекладывается в рубли, да. В этом случае я хочу подчеркнуть, Олеся, да, Миша предлагает тебе вариант, когда ты не просто сохраняешь, но приумножаешь, потому что здесь валютные риски, да, стоишь? По поводу конвертации, я бы с этим был бы поосторожнее и посоветовал бы слушателям делать это пореже, потому что это дополнительные издержки. Безусловно. Мы теряем на спреде, поэтому, нет, я бы не стал там что-то вдумывать, если на год, то лучше на год, и опять же говорю, что в рублях все-таки ставка выше, ну, если... Ну, просто не надо бояться. То есть, мнения разделились, пусть Олеся, я думал, что... Это же нормально, я, более того, Олеся, я сейчас свое мнение еще выскажу. Просто не исключено, что через год мы будем уже активно обсуждать долговую проблему Соединенных Штатов. Я думаю, раньше мы начнем ее обсуждать, сегодня же про 16 триллионов с утра уже звенят все. Это, возможно, будет раньше, а через год это будет уже достаточно горячая фаза, поэтому через год этот доллар может быть уже не тем долларом, что сейчас. Но это в преддверии выборов, я думаю, сейчас эта тема для ровни она будет горячей. Если выигрывают республиканцы, то можно будет смело покупать доллар. А если демократы, то это наш вопрос. Олеся, ну, давай я попытаюсь, значит, предрезюмировать, да. Я бы сказал так, агрессивное предложение поступило от Миши, который тебе говорит, значит, у тебя есть полгода для того, чтобы перевестись в доллары, потом ты перекладываешься в рубли. В этом случае, а, ты сохраняешь, и, б, ну, опять-таки, да, учитывая агрессивную стратегию, так называемую, ты пытаешься заработать на этом еще. В первом случае на долларе, в втором случае на рубле. Ну, маневр, можешь сказать. Маневр, маневр, да. У Максима консервативная стратегия, он говорит, не надо суетиться, не надо перекладывать. Ну, действительно, здесь есть издержки, и здесь есть валютные риски, потому что если доллар не будет расти, мы предлагаем, да, значит, ты понесешь издержки, ну, в смысле, будет у тебя убыток, вот. Ну, несмотря на то, что ты проценты по депозиту получишь. У Максима, значит, стратегия консервативная, он говорит, не надо суетиться, значит, в рубли, да, все, на год, и спокойно, не жужжим, что называется. По крайней мере, проценты более высокие, как-то хоть и компенсируют. Ну, или, я говорю, или доллар, или рубли, я назвал преимущество и того, и другого. Ну, и я, если не возражаешь, Олеся, тоже дам рекомендацию, ну, по крайней мере, мне надо где-то в серединке быть, поэтому я тебе все-таки рекомендую корзину, бери 50 на 50, половина в рублях, половина в долларах, и все будет в шоколаде. Вот она прислала уже. Спасибо. Ну, я думаю, всем троим спасибо. Спасибо за вопрос, Олеся, продолжаем разговор. Итак, 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 ну, давайте, собственно, сейчас, наверное, это самое время, тем более, мы, видите, и проблему технического анализа обсудили, и даже возможные движения в рубле к доллару и к евро. Давайте поговорим о отечественных площадках, в частности, в основных фондовых индексах. Сейчас, я напомню, мы наблюдаем практически все лето, даже вот попытки выхода тут на этой неделе были из диапазона, не случились они, стукнулись вверх, стукнулись вниз, и сегодня опять мы в этом диапазоне утвердились и в индексе РТС, и в индексе ММВБ. Давайте, уважаемые коллеги, представим себе, какие могут быть движения на отечественном рынке, ну, без конкретных эмитентов, просто вот с точки зрения индексов, да, в случае А, реализации программы, ну, как ее назвать, выкупа, да, количественных смягчений, ну, аналога количественных смягчений в ЕЦБ. И, Б, отказа в какой-то степени, ну, или вот в степени ожидания рынка, что вот рынок ждал, а оказывается, какие могут быть здесь варианты? Миша, давай с тебя начнем. Ну, у нас три события, да, это завтрашний ЕЦБ, Конституционный суд и заседание ФРС. Ну, до ФРС давай, все связано с Европой, потому что драги, я так понимаю, выговорятся до 15-го числа, когда мы увидим заседание Федеризии. Да, ну, после 15-го вот мы получим окончательное решение, куда двинется все же рынок, то есть до 15-го он все же может дергаться туда-сюда, но, скажем так, я считаю, что ЕЦБ, ну, он не раз заявлял, да, намекал, что ЕЦБ примет решение после того, как немцы примут решение, а немцы недавно сказали, что они примут решение после того, как тройка примет решение. А тройка вообще в середине, в конце сентября? Тройка примет решение в конце сентября, то есть раньше октября ничего такого большого ждать не стоит, ну, разве что понизят ставку, все, соответственно, рынок... Это максимум, что придет, это максимум повышенной волатильности, да? Ну, рынок, скорее всего, после драги немножко должен просеять все же, но сильно он не пойдет, потому что впереди Конституционный суд и ФРС. Если Конституционный суд, скорее всего, они одобрят, все же будет такой посыл в сторону интеграции, рынок может опять вернуться на этом в диапазон, где мы сейчас... В верхнюю границу, да? Да, а потом выйдет ФРС и ничего не даст такого нового, чего сейчас все жаждут и хотят, и вот после этого мы действительно можем уже по-настоящему упасть после 15-го. Максим, твое увидение. Ну, что касается Еврозона, то здесь, наверное, как-то бы могло изменить ситуацию, это, наверное, даже не выкуп гособлигаций, а очередная программа Алтаро, то есть долгосрочное финансирование банков, но об этом сейчас даже пока речи не идет, я не знаю, будет ли объявлено, вряд ли, наверное, будет объявлено, никто даже об этом не говорит, поэтому тоже особо ничего не жду. Ну, единственное, что может оказать поддержку российскому рынку, это очередной конфликт на Ближнем Востоке, соответственно... Ну, то есть, да, цены на нефть. Да. Но, опять же, здесь особо ничего ждать не приходится, потому что в преддверии выборов в Штатах вряд ли этот конфликт будет поддержан извне, а без этого там сейчас наблюдается определенный баланс, то есть, и как бы разрастание конфликта, как бы, ну, я не знаю, насколько сейчас что-то там переломится. Ну, очевидно, что до выборов в Штатах, да, не решится эта проблема. Да. Вот она сейчас висит тоже, да, там что-то... Ну, в таком, да, состоянии. Да, подвешено, подвешено, то есть никто ничего предпринимать решительных не будет. Да, то, что вот как раз может поддержать американский рынок, но получается, что для российского рынка это не очень... Это цена на нефть. Давайте еще раз послушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ сухой остаток. Последняя фаза, последние 12 минут, в течение которых мы будем подводить итоги. Ну, собственно, попытаемся озвучить тоже в сухом остатке. Напоминаю, меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Михаил Федоров, аналитик ООО «Вектор Секьюритис» и Максим Зайцев, старший аналитик ИГ «Норд Капитал». Продолжаем разговор. Мы сместились сейчас, наш вектор, наш взгляд сместился на отечественной торговой площадке. И при этом, что логично, мы обсуждаем прежде всего ситуацию на рынке сырьевом, на нефтяном. Потому что, как это, ни для кого не секрет, я надеюсь, да, что в первую очередь на отечественной площадке влияют цены на сырье. Максим, продолжай, пожалуйста. Значит, мы рассуждали о том, что проблема сейчас, да, вот этой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, она невозможна в ближайшее время, потому что впереди выборы в Соединенных Штатах Америки. Ну да, то есть особых драйверов для нашего рынка нет, но, возможно, в этих условиях имеет смысл обратить на акции с высокой дивидендентной доходностью. Ну, я, да, уже на протяжении полутора месяца, в принципе, мы примерно одну рекомендацию даем, ничего не растет, а дивиденды выплачут. Единственное, вот я бы здесь как бы разделил, вот, что касается рынка акций, я бы не сказал, что все уж так плохо, но я бы, наверное, призвал бы инвесторов быть более как бы глобализироваться и посмотреть на другие рынки акций. То есть, вот, для нашего рынка сейчас особых драйверов нет, в то же время на зарубежных площадках можно массу идей найти, и там, и за последний год там S&P уже плюс 20% сделал, и DAX, и там, и, то есть, и даже компании с крупной капитализацией показывают хороший прирост. Там яркий пример там у Apple, который за последний год больше, чем на 80% вырос. То есть, там идей масса, можно их искать просто до бесконечности. То есть, ты имеешь в виду глобализация с той точки зрения, что не просто смотреть на зарубежные площадки, а активно торговать, да? Да, то есть, что касается фондового рынка, то, наверное, я бы лучше поискал их, скорее, сейчас на западных площадках. Наверное, очень много интересных идей в высокотехнологическом секторе, в Штатах. Что касается нашего рынка, то я бы здесь, скорее, вот обратил внимание на банды больше, потому что сейчас можно вполне на приличных имитентах по 7-10% делать, и это вполне, мне кажется, неплохо. Я согласен, я согласен. Миша, смотри, вот эта идея, я с ней тоже, в принципе, согласен, что за неимением особого движения на отечественной площадке, можно посмотреть, интересно, за бугор, а там-то мама не горюй. Ну, по крайней мере, выбор там гораздо больше. Давайте посмотрим, и посмотрим, ну, мне, по крайней мере, очень интересно, на индекс широкого рынка американского, это S&P 500, и, как наш слушатель говорит, давайте посмотрим, с точки зрения техники. Техника там проста, да, 1420, да, вот этот уровень, условно, там плюс-минус, это такое достаточно долгосрочное сопротивление. Если посмотреть на график, то вот S&P 500 стоит, во-первых, вблизи, вот даже сейчас, да, он там, 1407 торгуется, и достаточно долгое время не может его пробить, при этом не корректируется. Исходя из этого, какие у тебя могут быть ожидания, с технической точки зрения, что делать с индексом S&P 500? Он не может взять уровень, потому что ему не хватает фундаментальных оснований для того, чтобы пробить это. Ну, он стоит при этом, практически, да, но и нет оснований пока, ну, скажем так, рынок сейчас живет надеждами, да, надежда, она никуда не делась, она, вот она присутствует, вот, и надежда, соответственно, приперла рынок к этой линии верхней и не отпускает оттуда. Вот, соответственно, если надежды не оправдаются, он оттуда отвалится вниз. Если они оправдаются, он уверенно пробьет, и мы получаем новые, соответственно, скажем так, можно будет рисовать что-то такое инфляционное. То есть, определенные линии поддержки, тренды, да, которые уже будут связывать, можно будет связывать с падением доллара, да, там, с падением доверия к валютам. Вот, вот сейчас, на самом деле, скажем так, денег очень много, они просто не двигаются, они лежат мертвым грузом. И, в целом, сейчас вообще понимание ухода в качество, оно, как бы, достаточно такое своеобразное. То есть, качество своеобразное. Скажем так, если мы даже посмотрим на наш рынок, да, у нас достаточно хорошо стоят бумаги первого шелона, а второй, третий, он чуть ли не там на низах восьмого года находится. Потому что, как бы, людям нужна надежность. Раньше надежность олицетворялась только с бандами, там, казначейскими облигациями США, там, тем же долларом и прочими, да, активами. Сейчас это потихоньку ломается. Люди начинают, ну, допустим, недавно слышал новость, что в Британии растут цены на элитную недвижимость. В то время как рынок недвижимости, в принципе, не сильно растет. Почему? То есть, это как раз люди, у кого много денег, они сейчас ищут, куда бы деньги припарковать. Поиск надежного актива. Да, куда бы припарковать. И под это понимание попадает, в первую очередь, скажем так, то, что имеет категорию А. Если мы берем американский рынок, почему он выше сейчас находится? Чем немецкий, чем российский и прочее. Потому что он в глазах, скажем так, капитала мирового кажется более надежным, да. Поэтому он и находится выше. То же самое, если мы возьмем структуру, ну, наверняка, почти любого рынка, более надежной компании, именно с более лучшим рейтингом, она стоит дороже. А менее надежные или там с меньшим рейтингом, они стоят дешевле. То же самое в бандах. Немцы стоят очень дорого, а испанцы очень дешево, к примеру, да. То есть, мир, как бы, если раньше была корреляция строго там акции вниз, банды вверх, к примеру, да, или наоборот. То есть, деньги перетекали оттуда сюда. Вот эту корреляцию нужно искать даже не акции банды, да, а внутри самих акций. Возможно так. Это интересно, и опять в связи с этим логично, наверное, да, поговорить сейчас о том, а как выглядит золото. Последние события, еще раз повторю, да, рост, вот, ожидание рынка, количество смещений. Кстати, рост этот, да, когда стрельнуло оно к 1700, это как раз вечер пятницы, когда выступал господин Бернанкин на известном мероприятии. Ничего, как водится, не сказал конкретного. И под закрытие пятницы мы увидели стрелу белую, да, и золото там с тысячи, сколько оно там, 1660, по-моему, стояло, ушло на 1700. И сейчас оно там... Оно по большому, 620, 630 было. Нет, 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 620 оно пробило еще две недели назад. Стояло на 1660, стояло, пыталось корректироваться. А потом выстрелило 1700. И главное, ну, вот в чем здесь смысл, да, идея чего? Как инвестор рассуждал, что он перекладывался в золото? Максим. Может, Михаил скажет, я сейчас не эксперт по золоту. Золото, понимаете, оно падало достаточно долго, да, скажем, все... Извини, почему я тебя спросил, потому что ты заговорил о качестве. Да, я сейчас чуть-чуть с другой стороны начну. И, скажем так, золото продавали достаточно долго, да, оно падало там с 1900. Условно говоря, все, кто стоял с плечом больше одного, их давно выбили оттуда. Да, и, соответственно... В низ ты имеешься, кто стоял? Да, вверх, по золоту стоял. С плечом их выбили оттуда. В золоте остались люди, которые в него верят очень сильно. Которые его любят. Да, вот и тот треугольник, который на нем образовался, да, вот эта поддержка там 1520-1530, это как раз вот, чтобы вдавить золото ниже, нужно что-то такое сделать страшное, да? Нужно его разлюбить. Да, надо, чтобы долгосрочные инвесторы, которые без кредитного плеча сидят, разлюбили золото. Да, начали его распродавать. Да, а это навряд ли произойдет. То есть этого не произошло, по факту. Да, этого не происходит. Поэтому золото, соответственно, начинает рисовать выход из этого треугольника, который был, там, мы рисуем уже год, по-моему, даже больше года, да, и оно выходит, соответственно, вверх. Вверх, угу. Вот, естественно, скажем так, как только оно что-то пробивает, те, которые как раз, вот как говорится, большинство людей, торгующих техническим анализом, они видят сигнал. Что они делают? Те, кто шартил, локально они начинают крыть шарты, а некоторые видят там сигнал покупок, начинают покупать. Вот, встречных продаж больших они не видят, потому что, ну, там уже все выбиты. Все, кто хотел, уже продал. И золото, да, оно настолько агрессивно растет, что там... Да, соответственно, давления продаж в золоте просто нету. И поэтому, скажем так, спекулятивные действия быстренько выгоняют, загоняют золото вверх, достаточно сильно. Вот, и теперь уже про уход в качество, да, я вот считаю, что если рынок пойдет после 15-го вниз, да, золото, скорее всего, пойдет сначала с рынком тоже вниз. Ну, поскольку любят они ходить вместе. Ну, то есть доллар будет укрепляться, он будет... Да, определенный корреляция существует, но это будет временно. То есть дальше рынок, может, продолжит падать, но золото, оно не будет падать, потому что, ну, когда все падает, люди будут искать, куда же выйти, куда же выйти, и они все равно будут заходить в золото, никуда не денутся. Вот такую тему, извини, продолжение, да, разговора о золоте. Смотри, ну, предположим, рынок ждал намек на количественных вещей. Я так понимаю, что он не расстался с этими ожиданиями, хотя намека не получил ни от Бернанки. Вот он все еще в надежде на то, что сейчас, когда в пятницу, да, рынок труда будет очередной, да, перроллся, и там плохая статистика, да, скажут, ой, надо будет, ну, и так далее. Так вот, смотрите, он ожидает, что все-таки рано или поздно количество течений будет. То есть напечатают денег, да, размоют опять эту всю волну, деньги теряют свою, ну, там, банальные вещи, я говорю, чтобы сохранить деньги, да, вот от этого элементарного, по крайней мере, да. От элементарных этих потери покупательспособности надо в надежный актив какой-то вклад. Какой надежный актив? Золото нельзя напечатать. Оно никуда не денется. Оно имеет, да, оно имеет какой-то конечный ресурс. Хотя, конечно, даже сейчас говорят, да, что золото, там, 1700, это не то золото, которое лежит, да, которое можно потрогать руками. Это в большей степени, конечно, там, спекулятивные контракты. Но, тем не менее, вот эта логика, как ты считаешь, она уместна? Она, конечно, уместна. Ну, золото, вообще, золото будет расти, это, это как индикатор проблем, да, чем больше проблем, тем выше золото. Проблемы никуда не делись, соответственно, оно пойдет вверх. И, в принципе, даже без КУЕ. И без КУЕ, да. Поэтому, неважно, скажем, дадут деньги, не дадут, да, то есть это, дадут или не дадут, это локально, да, это, скажем так, на каком-нибудь часовом графике, четырехчасовом будет влиять. А на недельном графике это... Ну да, без вариантов. Да, оно пойдет вверх, потому что экономика скатывается вниз. Вот, поэтому золото, скажем так, оно может ходить вниз, это в рамках коррекции. Вот то, что оно падало с 1900, это была большая коррекция после роста со значений трехзначных, до четырехзначных. Вот, оно вот сейчас скорректировалось, и оно готово и дальше идти вверх. Спасибо, спасибо, Миша. Значит, небольшую паузу я сделаю и прочту анонс. Сразу после выпуска новостей, после нашей программы, естественно, мой коллега Юрий Пронко начинает большой информационный канал «Реальное время». Сегодня взгляд «Единой России» на новый политический сезон в прямом эфире представит вице-спикер Госдумы Российской Федерации, член Генсовета правящей партии Сергей Железняк. Оставайтесь с нами, слушайте программу «Реальное время». А мы подводим сухой остаток, подводим собственные итоги. Итак, дорогие друзья, насколько я правильно понял, российский рынок акций, ну и финансовые все рынки все-таки продолжают жить ожиданиями. Эти ожидания в ближайшей перспективе, ну, надеемся каким-то образом, будут развенчаны завтрашним заседанием ЕЦБ. В пятницу выходит статистика Порнектура Соединенных Штатов Америки, 12-го Конституционный суд Германии, 15-го, 16-го, дневное заседание Федрезерва Соединенных Штатов Америки. Конец этого месяца, веселого месяца, безусловно, даже если смотреть просто за волатильностью, это веселуха. Вот, мама не горюй называется, да. Веселый месяц сентябрь. Закончится тем, что тройка, которая будет подводить итоги, да, того, как Греция справляется со своими обязательствами, да, даст вердикт, да, верить Греции, а лень нет. Вот примерно такие у нас с вами прогнозы. Напомню, сегодня у меня в студии были Михаил Федоров, аналитик ОВЕКТОР СЕКЮРИТИС, Максим Зайцев, старший аналитик ИГНОРД КАПИТАЛ. И мы с вами увлекательно, на мой взгляд, говорили о ближайших перспективах финансовых рынков. Ну, а я прощаюсь, напоминаю, меня зовут Олег Дмитриев, программа Сухой Остаток, ну, традиционно, дорогие друзья, желаю вам всего хорошего, успехов на рынке, до свидания. До свидания.